В Самаре на стадионе «Нефтяник» прошел финал районного этапа всероссийского турнира «Лето с футбольным мячом». За победу сражались четыре команды Куйбышевского района. Первое место завоевала команда школы номер 129. Детский турнир проходит среди дворовых команд. Он позволяет не только организовать летний досуг для школьников, но и способствует развитию массового спорта в регионе. Крылья Советов в июне и июле проведут четыре контрольных матча в рамках подготовки к новому сезону. Первая встреча состоится 29 июня в Казани. Соперником станет команда из Набережных Челнов. На домашнем стадионе 7 июля самарцы сыграют с Саратовским Соколом. В Самаре этим летом проведут больше десяти спортивных акций. Мероприятия пройдут в скверах, парках, на площади Куйбышева, набережной и других локациях. Одной из главных акций по традиции станет «Самара в движении», которое продлится до 31 августа. По итогам мая паблик «Самары ГИС ВКонтакте» занял первое место по вовлеченности подписчиков в престижном федеральном рейтинге от «Нью Медиа». Уже шесть месяцев паблик занимает первое место и больше года находится в тройке лидеров. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе социальной сети. Учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам. В РИО губернатора Вячеслав Федорищев обозначил коллегам подходы к работе с обращениями жителей. В регионе для этого создадут ситуационный центр. В каждом районе будут центры приема обращений граждан. Глава региона поставил задачу, чтобы система заработала через неделю. В Самарской области 17 июня был побит жаркий рекорд температуры воздуха. В Самаре и Аглосе столбики термометров поднялись до 36 и 37 градусов, что превысило последние рекордные показатели в этот день в 1955 году. Правительство России установило размер прожиточного минимума в 2025 году в целом по стране на уровне 17 733 рублей. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для пенсионеров 15 250 рублей, для детей 17 201 рубль. Это на 14,8% выше, чем в текущем году. В ближайшее время на Землю обрушится череда магнитных бурь высшего уровня. Их спровоцируют выбросы плазмы из образовавшегося крупного суперцентра на Солнце. В связи с этим метеочувствительным людям необходимо заранее подготовиться к магнитным штормам, чтобы снизить нагрузку на свой организм.